Садись к тебе. С миром. Ну, те ролики, которые выставили, вот ты снимал на Урале. Да. Я посмотрел, конечно, не все, но понял, что у вас там благовестие было. Порадовался, так сказать, о вас, братьев, что благовестовали. А вот вопрос такой, ты с Владимиром Пищиковым встречался? Да, я встречался. Но только у него на дому. Там у него не получилось, благовестие-то не состоялось? Дело в том, что я должен был заснять его на второе воскресенье уже. Я был на первом воскресенье, там ничего не засняли в этот момент. Он говорит, я не готов еще, пока соберу всех своих родственников. А на второе воскресенье у меня не получилось к нему попасть домой. Он меня уже ждал, все, и так не получилось. Мне надо было срочно уезжать уже в 6 часов вечера. И так мы пока занятия с Андреем приехали, с поселка был наш. Все время ушло уже за это время. Так я в ней не побывал. Понятно. Две недели ты был на Урале? Да, две недели. Со вторника по вторник. Ну, на родину я вспоминаю, как я ездил, допустим, в Гелевку. Тебя понимаю, с каким трепетом ты ехал-то на родину. Ну, конечно, более всего это благовестие, участие в благовестии, вот это радость. Ну, и печаль у тебя, наверное, что родственники-то не подвигаются к Богу. Ну, да, так и есть, да. Я помню, приезжал с родителями, когда они начинали слушать, и читал в Евангелии, какая была радость до небес, можно сказать. Но печаль, когда с братьями встречался, они не крак, и до сих пор не подвигаются. Тут и радость, и печаль, все объединяется. Так что, аллилуйя, что ты съездил, слава Христу. Слава Христу. Интересное видео снял, как там, все даже ты с поезда сошел, ну, все-таки интересно было, конечно. Ну, я не все, конечно, выставил. Самое, которое полезно, научительно, поучительно, то я и выставил. А остальное, где встреча с родственниками, там мы о Боге не говорим, ничего. Ну, повстречались, там, обсудили, житейские. Все, о Боге они слышать не хотят, ну, и я не стал ничего выставлять. За брата Андрея очень радостный, благодарение Богу. Да, брат, помолитесь, чтобы брату Андрею Евангелие Господь послал, красные вот эти, чтобы он мог там связаться с Москвой, у него что-то не получается пока. А то и притыкаются люди, там тоже видел, наверное, где он там в одном проповеде Евангелия, там люди соблазнились, и уже после того, как я съемку закончил, подошла одна женщина, и четыре Евангелия вернулась ей, Гедеоновские, Новые Заветы. Да, нам бы тоже тут, потому что русских, ну, в Германии побольше, но здесь тоже встречаются, каждый день встречаются почти, и в магазинах везде вот тоже бы такие Евангелия, ну, пока не знаю, как. Хотелось бы, с крупным шрифтом. Молись, Господь усмотрит. Ну, спаси Христос за молитву, Игнат Тихонович. Да. Поклонно от меня, от семьи нашей, живы-здоровы. Спасибо, Христос. Вот, 21-го, ну, я писал вам, сына крестили здесь, как положено, погружением. Такие священники еще есть, слава Богу, которые крестят погружением, что очень редко в наши дни, невероятно редко. Вот. Сегодня в храме был я, с Ангелинкой, правда, вдвоем, ну, слава Богу, все нормально. Ты же хотел песнопения пропеть? Да, да, я вот как раз на стихи Игната Тихонича хотел. Сейчас он пропоет. Как бы сказать, на злобу дня, а сначала не было так. Так, вот, то, что мы читали сегодня, это все к этому относится. Нам многое, что мы не видим в храме, От попрошай любущих у оградки, До алтаря, до батюшки с дарами, Мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал рожденным идеям, Я не сужу, а это нам так много. Отдали слова, от них все в холоде, Судить вас будет слышимая слава. Отдали слова, от них все в холоде, Судить вас будет слышимая слава. А если так, То по нему сверяйся, Накладывай сравнение к одному один. Дымятся слова, слышат, Христос сказал рожденным идеям, Я не сужу, а это нам так много. Отдали слова, от них все в холоде, Судить вас будет слышимая слава. Отдали слова, от них все в холоде, Судить вас будет слышимая слава. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошо С Богом!